Не надо забывать еще один момент, что вот эта огромная громоздкая бюрократическая машина, которая создавалась не для того, чтобы защищать наше государство, а для того, чтобы максимально задавить наш народ. Она работает против этого народа, и мы систему эту должны сломать, систему, в которой человек идет служить в органы правосудия, не для того, чтобы защищать закон и порядок, а для того, чтобы иметь личную выгоду. Вот эту систему, коррупцию, да, это надо уничтожать, нужно ломать эту бюрократию, которая мешает нам на каждом шагу. При создании батальона я столкнулся с этим вплотную, настолько это все наглядно и настолько это все мешало мне работать, что результатом вот явилось мое пленение. Ну, не только результатом этого оно явилось, еще и результатом провокации. Какой провокации, можете сказать? Могу сказать, могу привести пример. В момент моего прибытия в Счастье, где происходило известные события, когда меня захватили, на тот момент уже там были российские корреспонденты, уже они работали. Я еще туда только приехал, они уже там были. Там были проплаченные тетушки, которых я лично знаю в глаза. Город у нас маленький, Луганский. Я их видел на других акциях. Я знаю, что это за люди. Я знаю, кто им платит. Я знаю, зачем они там находились, понимаете. Я видел также несколько микроавтобусов с бойцами Бергута, которые стояли вдоль и страховали вдоль трассы, страховали этих людей. Ну, кроме всего прочего, вы упомянули про российские СМИ, то российские СМИ как раз зафиксировали с террористами момент, когда сбили украинский самолет. То есть они каким-то образом об этом знали? За российские СМИ я вообще говорить не хочу. Я тоже не хочу. Мне просто противно и отвратительно приходили эти НТВшники, ребята. Вроде бы нормальные хлопцы. Такие, как вы, хлопцы. Нормальные, разумные, но они пытались меня поймать за язык. Не получилось ничего, но пытались они всяким образом меня подвести к тому, что это же, да, действительно ополченцы. Вы же видите, что тут хорошие люди. Да, хороших вопросов нет, но Родина у меня одна, и на хороших людей Родину не меня. Ну, они пытались, чтобы вы сказали, вот хорошие ополченцы, ждали от вас этого. Да, они нормальные люди, они такие, как я. Они не хорошие, не плохие. Они такие же, как мы. Просто у них в голове сидит бацилла. Или, я не знаю, или какой-то это вид сумасшествия особый, которые приводят их к тому, к чему привел. Как это можно, ну, взять и отделить кусок государства и сказать, все, мы не хотим, мы хотим вот туда, в Россию, воткнуть оккупационный флаг себе в задницу и ходить этим триколором, блин, размахивать. Ну, на самом деле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!